Наконец-таки я могу подвести итоги этого года и рассказать вам про самое-самое любимое за 2018 год. Это будет объединенная рубрика фаворитов. Я разделила ее на разные категории, и мы сегодня будем говорить как про одежду, так и про косметику, так и про уход, и в общем про все категории моей жизни, включая саморазвитие. И первое, про что я хотела бы поговорить, это гардероб. Во-первых, я в этом году прошла стилистические курсы, курсы по стилистике. И я наконец-таки, наверное, собрала свой базовый гардероб. По крайней мере, у меня есть четкое понимание, что туда должно входить, и что он вовсе не должен повторять чей-то другой гардероб. И у меня для вас припасено несколько советов, которые я вынесла для себя в конце концов. Во-первых, один из самых лучших советов, которые я могу вам дать, это если у вас есть один любимый свитер, рубашка, футболка, платье, и вы носите из раза в раз именно его по какой-то причине, потому что вам комфортно, вам удобно. Просто сделайте мерки, померяйте длину этого платья. Например, у меня очень высокий рост, и слишком длинные вещи смотрятся на мне не кузяво, можно так сказать, а слишком короткие, немного вульгарно. Поэтому у меня есть идеальная длина, которая вроде и подчеркивает длину ног, вроде смотрится довольно скромно, аккуратно, но при этом красиво. Так как в 21 веке мы в основном делаем заказы все онлайн, так как можно найти вещи по более приемлемым ценам, какие-то на скидки, заказать с каких-то сайтов типа Asos, все-таки намного проще это будет сделать, если вы будете знать свою идеальную длину рукава, идеальную длину изделия, и она вам обязательно поможет. Ориентируйтесь на то, в чем вам комфортно, потому что у меня может быть 10 или 20 одинаковых джемперов или свитеров, но носить я буду лишь один, потому что он идеальной длины. Ориентируйтесь обязательно на это и создавайте свой идеальный гардероб. Следующий пункт, про который я хотела бы поговорить, это косметические мои фавориты, потому что мне кажется, это очень важно, собрать для себя пул вещей, которые для вас точно будут работать. Если у вас похож типаж внешности, вы доверяете моему выбору, то я уверена, что вам эти продукты тоже подойдут. Категории тональных средств в 2018 году, например, для меня самыми лучшими стали BB Cushion от Estée Lauder, он потрясающий, он создает настолько невесомое покрытие, при этом это очень простой компактный вариант для того, чтобы бросить тональное средство в сумочку и подправить где угодно. Этот продукт всегда со мной путешествует, потому что это очень простой способ замаскировать какие-то огрехи на лице, подправить макияж, если в течение дня он куда-то уполз. Это легкий продукт, также который не забивает мне поры, поэтому я все-таки посоветую его на теплое время года, а на зиму, конечно, что-то более плотной текстуры. И также мое открытие еще в февраля месяце, это тон от марки Bobby Brown, который называется Weightless Foundation, я здесь подпишу точное название, у меня оттенок 1.25. К сожалению, там не очень классная цветовая палитра, потому что все, что после двойки, по-моему, начинает сильно желтеть, но при этом это очень крутое матовое, довольно плотное покрытие, которое можно наслаивать, наслаивать и наслаивать, и оно очень хорошо держится в течение дня, при этом тоже не забивает поры. Поэтому если вы ищете что-то для хорошей маскировки, то это лучшая тональная основа в этой категории и даже лучше, чем Estée Lauder Double Wear. Несмотря на то, что она не забивает кожу, она немножко ощущается на лице, поэтому если для вас это категорично важно, то, наверное, она вам не подойдет, но это единственный минус у этого средства. Для бровей лучший продукт это микрокарандаш в оттенке Blonde, абсолютно всем девчонкам со светлыми волосами очень советую, потому что это полупрозрачный восковый карандаш, которым отлично получается замаскировать брови. Из-за того, что он очень тоненький, он создает натуральный эффект волосков, им практически невозможно где-то напортачить, потому что он, знаете, из люксовой категории. Это вот как тени, которые тушуются буквально, не знаю, два раза проведешь кисточкой, они сами уже нанеслись. Для губ две самые лучшие и универсальные помады, даже если вы хотите сделать кому-то подарок, это Eves Saint Laurent Tattooage Couture в седьмом оттенке. Идеальное нюдовое покрытие, абсолютно невесомое, с текстурой воды. Второй продукт из более бюджетной категории, сама удивлена, что он настолько сильно мне понравился, но это карандашик от Maybelline, который был создан в коллаборации с Gigi Hadid. У меня это 12-й оттенок MACALL, и те, кто успели запастись этими карандашами, уверены, что будут очень рады, потому что они супер стойкие, у них идеальная текстура. Она такая масляная, кремовая, что ли. Имеется в виду, что она легко скользит по губам. Очень клевый полутелесный нюд, который отлично подходит к каким-то матовым макияжам вечерним и создает такой сексуальный эффект. Самая лучшая палетка этого года, однозначно, это палетка Starlit от марки Makeup Forever. Она невероятно крутая, потому что в ней есть и базовые оттенки, и оттенки на праздники, сияющие, сатиновые, перламутровые, вообще все, что угодно в ней можно найти. Соответственно, вариаций макияжей может быть великое множество. Это не огненная палетка от Urban Decay, которая, ну, по сути дела, оранжевые оттенки, но они не на каждый день. Это именно та база, которая подойдет и для людей, которые только учатся наносить тени, учатся делать макияж, потому что они абсолютно просты в тушевке, очень хорошие, имеют пигментацию. Две лучшие туши для глаз. Это тушь Cabaret Premier от марки Vivienne Sabo. Сама не ожидала, что так сильно в нее влюблюсь, потому что рассказывала предысторию о том, как я купила ее, вот когда был первый бум на Cabaret Premier, и все просто пищали от того, насколько крутая эта тушь. Но я ее купила. Она у меня благополучно осыпалась в этот же вечер, и больше я даже не поняла всех восторгов. В общем, сейчас, несмотря на то, что тушей у меня очень много, рука всегда тянется к ней, пробовала уже и черную, и коричневую. Видимо, ну, бывает вот какой-то брак. Я не знаю, с чем это связано. Пока мне везет. Покупала последнюю в своей подружке, а она вот. И тушь номер два. Это Benefit, который называется Roll Up, кажется. Это тушь с розовым колпачком, которая делает в целом практически то же самое, или точнее то же самое, что и Vivienne Sabo Cabaret, но она, соответственно, подороже. Она очень красиво поднимает, приподнимает и вылепливает реснички, потому что у обоих этих тушь такая и силиконовая кисть, и силиконовая, как я ее называю, текстура туши, которая фиксирует ресницы так, как вы их разложили. То есть, если обычная тушь, которая имеет, ну, обычную текстуру, я не знаю, как правильно объяснить, она просто подчеркнет и сделает реснички более объемными, пушистыми, но при этом, если они у вас торчат в разные стороны, они так и будут торчать. А есть туши с такой более восковой консистенцией, которые вот вы приподняли реснички, они у вас так целый день разложены и красиво смотрятся, поэтому я всем советую на них обратить внимание. Из категории консилеров я бы посоветовала вам присмотреться к двум вариантам. Это консилер от марки Бека, который называется Under Eye Concealer, и у меня он в оттенке именно light to medium, потому что более темный вариант, он такой желтоватый, и мне кажется, для славянского типа внешности больше подойдет именно такой вот оттенок. Он вообще не похож на классические консилеры, которые мы привыкли видеть, он розовый с перламутром, больше похож на кремовый хайлайтер, и он очень круто выполняет функцию светоотражения и выглаживает кожу. Если у вас есть какая-то проблема с синевой под глазками или что-то, нужно хорошо заретушировать, замаскировать, но при этом, чтобы не было сильно много вот этой вот кремовой бежевой текстуры, которая скатывается, я советую вам присмотреться именно к Беке. Ее обязательно нужно припечатывать пудрой, чтобы она тоже зафиксировалась, но при этом она выглядит по-другому, нежели чем обычные консилеры. Я бы посоветовала этот консилер тем, кто использует минимальное количество средств для макияжа, например, BBCC крем и какой-то вот вам нужен хороший качественный консилер, который будет маскировать синеву. Я думаю, что он подойдет вам идеально. Наносим только вот сюда, на область основной синевы, и таким образом весь взгляд приоткроется. Не нужно наносить вот на эти области, потому что вы лишь ее утяжелите и подчеркнете мимические морщинки. Консилер от марки Bare Minerals, к сожалению, он у нас в России не продается. Я купила его в Америке, когда ездила на Качеллу, и это для меня стало открытием года, потому что это такой консилер, который я назвала бы универсальным. Это даже больше не консилер, наверное, а корректор с серым с оттенком. Если дать ему чуть-чуть впечататься и затем растушевать, он очень круто перекрывает все недостатки, имеет очень плотную пигментацию, но при этом не такую тяжелую текстуру, как и у обычных перекрывающих консилеров. Повторение мать учения, поэтому я все-таки назову вот эти тени, которые бомбические, которыми можно выполнить самые лучшие смоки айса, от суперинтенсивного цвета получить до более такого растушеванного, полуфиолетового, полукоричневого. На разном освещении играют абсолютно по-разному. Это тени Bare It All. Сейчас они вообще кажутся более кирпичными, что ли. Они потрясающе имеют оттенок. И если вы имеете светлый оттенок глаз, и не только, но для светлоглазых девочек обязательно присмотритесь, потому что вы не будете выглядеть вульгарно с смоки айс, именно с этим оттенком. Потому что черные цвета на мне смотрятся, и как на... Я не буду дальше продолжать, но вы меня, я надеюсь, поняли. Они прекрасны, советую всем. Знаю, что они уже sold out, потому что я их хвалю, 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 хвалю и никогда не перестану хвалить. Поэтому у меня в моей полочке есть загашники специально, плюс одна такая вот тенюшка на всякий пожарный. Из категории ухода за лицом я бы однозначно хотела бы вам посоветовать крем для глаз от марки Lancome. Он перебил, я так думаю, крем для глаз от марки Kiehl's Avocado, который я хвалила в прошлом году. Он был у меня фаворитом года. И вот что-то он все-таки делает. У меня более ровная кожа под глазками. У меня вот здесь вот всегда как-то напитано. У меня не так скатывается корректор. В общем, я обожаю этот крем для глаз сейчас и тоже могу вам его посоветовать от всей души. Знаете, я представила, что у меня нету вообще ничего из ухода, ничего из косметики, чтобы я побежала срочно докупать. И сегодня, собственно, этим с вами и делюсь. По поводу категории волос, вы уже знаете, что мне в последнее время очень сильно полюбилось. Масло Kissu от Nigin Mirsalehi. Потрясающее. Оно увлажняет волосы. Оно делает их более податливыми, эластичными и послушными. Нравится использовать его в качестве именно рутины. То есть, если остальные масла я использовала в качестве защиты или в качестве увлажнения, то это в качестве ежедневного применения. Вечером я кручу с ними гульки. Это мой следующий фаворит, собственно, это укладка без плойки. Посмотрите обязательно видео. Я оставлю внизу ссылку, потому что это что-то невероятное. Вы мне подсказали другую интерпретацию, как это сделать. Если разделить волосы на 4 части, а не на 2, то получается вообще голливудская волна. Вам не скидывали свои фотки. И я обязательно попробую. И вы тоже попробуйте, потому что ничего более прекрасного, простого и быстрого я еще пока что не встречала. С волосами, наверное, самым ярким открытием в плане продуктов для волос, это была пудра от марки Орибе. И я думаю, что любая пудра для объема подойдет, когда вы хотите сделать супер начес, супер объем. Когда вы хотите сделать, знаете, что-то наподобие ирокеза. Я даже подумать не могла, что я смогу с помощью одного продукта создать прям гигантский объем на волосах, который будет держаться несколько дней. Но все вот эти пудры для волос, они портят волосы. В любом случае, когда я еду в поездки, когда я знаю, что мне предстоит важное мероприятие, я всегда прибегаю к ее использованию и советую вам тоже попробовать. Они есть у ВЭЛы, то есть более бюджетной категории. Я так понимаю, что разницы особой в них нет. Что касается организма, если делать краткую выжимку из того, что я считаю самым лучшим, и что я бы посоветовала любой девушке, у кого есть проблемы, естественно, проконсультируйтесь с врачом, я обязана это сказать, но две добавки, два бада, которые я всегда буду иметь, наверное, у себя на полочке, чуть что-то вот случается, это ВЭЛНЕС-формула, которая помогает мне держать свой иммунитет в порядке. Я не болею, что удивительно, потому что пару лет назад, ну или полтора года назад, я болела каждые две недели, и, собственно, с этого началась моя любовь. Когда я выпивала таблетку, я перестала заболевать вообще. Я не пью эту добавку на постоянной основе, но как только звоночек, там, горло сипит, сопли, еще что-то, я бегу, выпиваю, и так уже вся моя семья, все мои родственники, друзья, у всех есть обязательно в загашнике ВЭЛНЕС-формула. И второй продукт, это масло вечернее примула. Опять-таки, конечно же, я не советую всем, но если у вас бывают какие-то проявления в виде ПМС, боли в животе, если у вас есть какие-то гормональные нарушения, я проверила на себе, у меня был небольшой дисбаланс гормонов, который никак не удавалось выровнять на протяжении нескольких лет. Он меня не сильно беспокоил, но, тем не менее, у меня были какие-то высыпания и так далее. Вполне возможно, что это все связано, в организме связано все. И потом, после того, как я пропила, один раз вечернюю примула курсом, я сдала анализы, все было окей. И там через год я пропивала. Ну, в общем, у меня больше эта проблема не возвращается, я себя чувствую намного лучше. Состояние кожи, волос в этот момент тоже намного лучше. Дальше переходим к категории еды. На самом деле, было очень много всего. Наверное, самое последнее, самое вкусное и самое, что мне хочется подарить всем и каждому, это базиликовое масло и ореховое масло сайхерба. Они настолько вкусно... Это как вот чай Харниен Сенс в том году. Также я подсела в этом году на масла и подсаживаю постепенно всех. Хотела вам рассказать про самые любимые сериалы. Но, думаю, видео получилось бы слишком долго, поэтому будет отдельное видео. Если вы хотите, пишите внизу. Я сделаю такую же часть, как и в первый раз, и мы с мужем расскажем свои взгляды на разные сериалы, потому что у него вкус один, у меня другой, но он у нас у обоих хороший. Хотя он бы со мной не согласился. Если вспоминать самые яркие события этого года, это однозначно Качела, потому что при любом воспоминании об этой поездке у меня вот улыбка в 32 зуба. Это, наверное, самая классная поездка, одна из самых классных поездок за всю мою жизнь. Очень энергичных, очень эмоциональных. И я бы обязательно хотела повторить. Кажется, на сегодня это у нас все. Конечно, наверное, это не самое любимое за год, потому что есть любимые люди, есть вдохновение, которое бьет ключом из некоторых людей, и от которых хочется заряжаться, которыми хочется учиться. Для меня это даже многие блогеры, про которых я вам рассказывала. Когда нет настроения и нет вдохновения, я захожу, могу посмотреть что-то у них, поизучать, почитать, посмотреть красивые картинки. Я реально расслабляюсь, я могу заряжаться от кого-то. В жизни иногда достаточно несколько правильных направляющих людей рядом, и вы становитесь немножко лучше. В общем, я хочу пожелать вам и себе в следующем году быть еще лучше, дарить больше любви, больше радости. Я вас крепко обнимаю, целую. Всего вам самого-самого прекрасного. Круто провести Новый год, чтобы было весело, задорно, и чтобы все ваши мечты исполнялись. Я вас целую, люблю, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok